Теперь странная и страшная история из Омска. Там молодая мать попыталась подарить своего ребенка незнакомке. Объявление девушка разместила в интернете, будучи еще беременной, объяснила все просто, не нужен. Желающие приобрести младенца тут же откликнулись. Во время сделки обеих женщин задержала полиция. В этой истории разбирался Борис Максудов. Кадры из камеры наблюдения в Омском аэропорту. В зоне вылета молодая девушка. Вот она передает ребенка в руки другой женщине. Теперь это видео весомая улика в уголовном деле. Жительницу Омска обвиняют ни много ни мало в дарении собственной дочери. Одна хотела ребенка воспитывать, а вторая не могла в силу жизненных обстоятельств. Поэтому решила таким способом им распорядиться. О сделке омские следователи узнали от знакомой молодой матери. Все началось с необычного объявления в социальных сетях. Женщина из Санкт-Петербурга просила помочь в поисках ребенка. На эту просьбу и ответила молодая Амичка. Здравствуйте, мы с мужем хотим малыша до трех месяцев. Документы на усыновление готовы. Здравствуйте, я хочу, чтобы мою дочь удочерили. Прошу, пожалуйста, воспитывать ребенка нет возможности. 25-летняя обвиняемая оправдывается. Ребенок был нежеланным, а содержать было не за что. Семья после пожара ютится на съемных квартирах. Против малышки были и родственники девушки. Пользователи соцсети отмечают. На кадрах из аэропорта хорошо видно, как молодая мама очень нервничает, и ее приходится успокаивать. Наверное, так лучше поступить, чем выбросила бы на помойку или еще чего-нибудь сотворила с ребенком. Ситуация, конечно, страшная на первый взгляд, но если подумать, то так лучше. По крайней мере, она не бросила ребенка в лесу или на улице, и он не голодал. Если у нее нет денег, понятно, что это ненормально. Ее поступок ужасен, но она явно находится под давлением. Осуждая то, что она отдала вот так ребенка. Но поддержка ей явно не помешает. В интервью журналистам молодая девушка заявляет о сделке, жалеет и хочет вернуть дочку обратно. Однако по закону родительских прав ее, скорее всего, лишат. Заберут малышку и у жительницы Санкт-Петербурга. Судьбу девочки определят уже органы опеки. Мать при наличии у нее желания, когда она уже отбудет свой срок, сможет выйти на свободу и заявить о желании восстановить родительские права. В интересах ребенка суд может отказать восстановление родительских прав. Если же ребенку уже исполнится на тот момент 10 лет, то суд обязан учитывать мнение ребенка. И только с согласия ребенка может восстановить родительские права в отношении матери. Обе фигурантки уголовного дела заявляют, ребенка не продавали за деньги, а передавали бесплатно. Следователи сейчас разбираются в нюансах сделки. Борис Максудов, Вести. Субтитры создавал DimaTorzok